Всем привет! Сегодня я бы хотела поговорить о внимательности. Внимательность — это очень широкое понятие, ее можно применить ко всему. На меня, помимо внимательности к своим близким, к тому, о чем они мечтают, к разным небольшим деталям моей повседневности, более всего волнует внимательность к интересам, к моим интересам, к той музыке, которую я слушаю, к тем фильмам, которые я смотрю. Для меня имеет огромное значение внимательное и сконцентрированное погружение во все это. Если это поразивший меня фильм, я запомню режиссера, который его снимал, я узнаю имена главных актеров, я прочитаю про этот фильм на Википедии, я как можно больше узнаю о нем, чтобы владеть большим количеством информации, чтобы еще больше быть в этой вселенной, знать о существовании такой вселенной, знать о существовании, знать имя того человека, который придумал это все, создал, который сыграл в этом, поучаствовал. Если это книга, я законспектирую ее потом, я запишу все важные моменты, я прочитаю... С Достоевским вообще получилось, что я всю биографию человека изучила, что я прочитала книгу Львашества Достоевский и Ницше, где там происходит аналитика всего творчества за всю жизнь Достоевского. Настолько для меня важно узнать человека, погрузиться в человека, после того, как я ознакомилась с его творением. С музыкой это, конечно, выражается в прослушивании альбомов, в знании любимых песен, в понимании текста, в переводе текста. Ну и если брать во внимание мою фанатичность, то относительно самых любимых групп я еще и с ума схожу от стиля, от того, как музыканты выглядят в обычной жизни реальной, или же от того, как они выступают вживую на концертах, как они выглядят, просматривать фотографии, лайвы, записи. Все это меня безумно вдохновляет и важно для меня. Это я считаю внимательностью, внимательностью к своим интересам и к тому, чем ты наполняешь свой мозг и свою душу, вот этим вдохновением. На это можно сказать, но зачем? Ради чего? Чтобы выпендриться где-то? Чтобы сравнивать себя с этими людьми и понимать, какой ты неодаренный и не талантливый? Нет, вовсе нет. Да, меня волнует моя эрудированность, потому что меня восхищают эрудированные люди, люди разносторонние, люди, которые разбираются во множестве областей, люди, которые не поверхностные, а знают, знают глубину, знают истоки, знают людей, авторов, режиссеров, музыкантов, которые понимают, что за одной конкретной песней будет стоять целая история, а также за книгой, а также за фильмом. Так что да, эрудиция будет первым ответом на вопрос «Зачем?». Второе — это развитие. Внимательностью к своим интересам я создала свою личность по крупицам. Я знаю, какие люди меня восхищают, какой стиль и какие качества меня привлекают в творчестве и не только. Я знаю свои духовные идеалы, свои идеалы женственности и мужественности. И всё то, что я впитала, я проецирую на свою жизнь, на каждый свой день. Проецирую осознанно, а не потому что я губка. То есть очень выборочно, очень избирательно и очень внимательно. Третье — это, конечно, самоуважение. Потому что когда ты разбираешься во многих вещах и каждый раз пытаешься или всё-таки докапываешься до глубины, ты не можешь не уважать себя больше. Потому что ты чувствуешь свой мозг, ты чувствуешь гибкость и подвижность своего ума, своей памяти. Ты заряжаешься этой творческой энергией и эмоциями от великих людей и привносишь это в свою жизнь. И от этого снова уважаешь себя ещё больше. Я вообще считаю, что в наше время, в настоящий момент, самоуважение очень редко свойственно людям. Поэтому так ценю его. Ещё я помню, какой невнимательной была первые лет 15 своей жизни. Во всём, просто во всём. Невнимательность — это была прям моя характеристика. И мне это не нравилось, мне было плохо. А сейчас я понимаю, что я именно тот человек, каким когда-то безумно хотела быть. Тренируйте внимательность. Всем пока.